Но на самом деле её ищет вся страна. Не видели девочку? Не видели, видели фотографии, везде видели. Ты в прошлый раз бачил. Какая рыженькая. Женщина вышла из дому в лёгком сарафане с маленькой сумочкой. И уже 4 месяца её не могут найти. Она сказала, мам, пойду варить борщ. Вот мне этот борщ, понимаете, наверное, запомнится уже теперь всё. Я не могу. Пошла варить борщ, до сих пор не пришла. Что же произошло с Ириной в тот злополучный день? И почему в пропаже девушки подозревают сразу трёх мужчин? Почему милиция не смогла найти женщину за эти 4 месяца? Кто причастен к её исчезновению? И самое главное, вернётся ли она уже сегодня к своему сыну? Бермудский треугольник в Бердичеве. Вот тема нашей сегодняшней программы. Это говорит Украина здесь, на телеканале Украина. Я Алексей Суханов. Здравствуйте. У нас в студии Светлана, мама исчезнувшей женщины. Светлана сбилась с ног в поисках своей дочери. И до сих пор не может понять, куда исчезла её Ирина. Давайте поддержим Светлану. Скажите, пожалуйста, за эти 4 месяца у вас появились хотя бы предположения, что могло случиться с вашей дочерью? Я даже не знаю, что можно подумать. Но я готова узнать любую правду. Я имею в виду, не дай бог, что уже её нету. Но это будет лучше, чем жить, понимаете, не зная, что с твоим ребёнком. Я не знаю. Видимание на экран. Ирина – единственная святланина дочь. 5 лет назад женщина пережила страшные горы. Поховала старшего сына. В нём ещё ничего, а ночью вообще. Засыпаюсь в святой мислею, присыпаюсь. Где мой ребёнок? Рудоволоса, добра и завжди усмихнена. Саме такою її пам'ятають усі знайомі в рідному Бердичеві. 30-річна Ірина після розлучення із чоловіком жила в матері і гляділа свого 6-тирічного сина Владика. Старалася, очень старалася. Накупить ему всего игрушки, еды, боже мой, всё, не жалела. Так что так резко это всё закончилось, не знаю. Уже 4 месяца поспіль, щоночі, Світлана знову и знову промотує в памяті той день, коли бачила Іру востаннє. Світлана збиралася на работу. Донька ж сказала, що піде в гості до товариша. Повсякденне Ірина не бувай стало її останнім словом. Більше свою доньку жінка не бачила. Пані Светлана, так коли ви бачили свою доньку в останній раз? Це було 24-го іюля. Ми змісті з нею з доньку з доньку. Я пішла на роботу, а дочка пішла к цьому товаришу. А які у неї були плани? Плани? Вона в начале лета, можна сказати, вона почала ходити к нему. К этому знакомому? Да, к этому знакомому, да. Я вижу, что у нее какие-то заботы появились. Она так бежит, с настроением. То есть настроение у нее было хорошее? Да. И в этот день вообще было, ничего не предвещало. Внешний вицин привела, сумочку сложила. Взяла ребенка, повела к свекрови. А вот, потому что некому было смотреть ребенка. Вечером я пришла около восьми часов. Она мне еще позвонила и говорит, мам, как там дела дома? Я говорю, нормальная Ира, говорю. Она, я, наверное, мам, сегодня не приду, а приду завтра. Я говорю, Ир, приходи завтра. Она говорит, ну давай пока-пока, знаете, так по телефону. Все. Это 24-е, была пятница. Около восьми вечера. А потом вы звонили ей? Нет. Так значит, в тот вечер вы больше ей не набирали. А в субботу? В субботу, в воскресенье, я, честно говоря, я же не знала. Это ж не первый раз. В понедельник я побежала на работу и уже вечером звоню. У нее ведь суть не звезок. Думаю, ой, разрядился телефон. Обычно было, знаете, она говорит, мама, если разрядится, бери на этот номер, который у этого мужчины, у которого она была. Я его сразу набираю и говорю, Саша, я его еще в глаза не видела ни разу, только знаю, как звать. А сколько они были знакомы? Три-четыре месяца, вот так. Три-четыре месяца. Ну, это знакомый или, возможно, парень ее? Это с работы. Как-то так получилось, что, как он выражался, мы родственные души, мы друг друга понимали, мы беседовали на любые темы. Ну, я не знаю, может быть, там что-то еще. У них отношений никаких не было? Двадцать четвертого часа она осталась. Ну, осталось ночевать. Ну, я так думаю, понимаете. Но вы его никогда не видели? Нет. Так, значит, вы ему звоните в понедельник, вы сказали? Да. Говорю, Саша, говорю, у вас, говорю, моя дочка. Говорю, что ж она, говорю, так долго? Говорю, пусть уже идет до дома, я же ее жду. Он говорит, что? Она в субботу от меня ушла. Во сколько? В шесть, в семь часов. Я пошел отдыхать, мне позвонили я на работу ночью. Ира собралась и пришла. Все. То есть, когда вы позвонили в понедельник, то выяснилось, что, по словам Александра, она два дня назад уже ушла от него. Ну, да, в субботу. Вы спросили, а куда, что она рассказывала? Нет, он говорит, до дома пошла. Я говорю, боже, ее, говорю, нету дома. Ой, ну, придет. Ну, что вы так уже, знаете? Ну, день я подождала, два, потом думаю, ну, елки. Всех знакомых обзвонила девочек. Ни у кого ее нет. А раньше такое бывало, чтобы она так надолго исчезала? Нет, надолго не уходила, не пропадала никогда. Сначала думаю, ну, что ж я этот подниму такой, знаете, переполоха наявится. Ну, тоже так, якостяк, знаете, быть некрасиво. Но потом уже, смотрю, проходит пять дней, шесть. Я бегу в ту милицию, бегом, говорю, у меня дочка пропала. Милиция приняла заяву, будем искать. Вот ищут. И прошло четыре месяца, и до сих пор... Да, только ждут какую-то новость, чтобы мы, знаете, что-то мы узнаем, приходите, говорите. Но дальше мы узнаем, замешан ли, собственно, этот самый Александр в пропаже дочери Светланы. Где нам пришлось искать Ирину. И, собственно, куда приведут нас следы. Он часто оскорблял ее и бил. Идем, снимем побои. Я пойду на работу, я расскажу все о тебе. Он испугался, что он ее убил. Он от нас прятался, он всячески скрывался. И он взял ноутбук, обнял и целовал маму. Кто из этих трех Александров мог быть причастен к исчезновению Ирины? На нашу программу также приехала бывшая свекровь Ирина. Женщина ищет свою невестку с первых дней исчезновения и до сих пор. Анна, выходите, пожалуйста. Прошу вас. Как вы полагаете, здравствуйте, мог ли Александр убить Иру? Он нам назначил встречу в районе мясокомбината. Я ему задала вопрос. Александр, почему вы нас не пригласили к себе в дом, а на остановку? Она говорит, да, мне надо сигареты купить, я иду на работу, на вторую смену. Ну, справедливости ради, можно заметить, что он и не обязан был вас в дом приглашать. Да, я согласна с вами, да. Но я хотела в доме с вами побеседовать, поговорить. А может, я увидела бы следы насилия, борьбы, может, ее вещи остались. Ремонт какой-то может сделать уже. А он говорит, да, ты такие пустяки говоришь, понимаешь? Я говорю, а вдруг вы ее убили? И вы ее там закопали. А он говорит, что ты такую ерунду говоришь? Ты я на такого похожий? Я говорю, ну, нет, но все может быть. Какие у него могли быть причины убить Ирину? Она моложе от него, намного. И? Ну, может, где-то, ну, что-то она ему сказала неправильно. То есть вы полагаете, что они могли поссориться? Да, может, где-то она что-то ему сказала, он ударил, и потеряла она сознание. Он испугался, что он ее убил. Но если предположить, что Александр может быть причастен к исчезновению Ирины, то что он мог сделать с Ириной? И как вы считаете? Он работает на кожзаводе. Он имеет дело с химикатами. И у нас есть рощины на украинском моменте, в которых можно растворить людину. То есть вы хотите сказать, что он мог убить, а потом тело растворить в этой бочке с химикатом? Действительно ли Александр мог убить Ирину? И действительно ли у него дома или во дворе есть полные бочки с растворителями? Наш журналист проверил это лично. Какие улики удалось найти моему коллеге во дворе Александра, мы узнаем чуть позже. Скажите, но ведь у вас была еще одна версия? Да, была. Какая? А там рядышком, где он проживает, озеро. Так. И у меня что-то такое внутри. Думаю, может, он ее там где-то положил и закрыл камешам. Это же ночью все, конечно, должно быть. То есть вы полагаете, что он мог утопить ее в озере? Да. А эту местность милиция прочесывала? Нет. Скажите, Анна, а вам Ирина рассказывала что-нибудь об этом Александре? Нет. Почему она туда к нему ходила? Мы с ней только встречались, я ребенка забирала к себе. И в этот последний день, 24 июля, я их встретила. Я говорю, такая, сегодня нарядная, красивая. Она говорит, надо себе праздник сделать. Но когда в 6 часов вечера я с ней разговаривала, потому что ноутбук, ребенок включил, и ноутбук отключился. Она говорит, там в левом уголке есть экранчик. Но в ее голосе никакой тревоги? Нет, ничего. То есть вы совершенно вообще ничего не заподозрили? Нормально, как обычно, в 8 вечера я тоже говорю, и ноутбук все-таки отключился, и больше он не включается. То есть вы одновременно фактически позвонили около 8 вечера? И она нам позвонила даже. В субботу я к ней звоню. Короче, в 12 часов дня. И что? Ваш абонент находится под зоной. То есть в 12 часов дня в субботу телефон Ирины уже не работал. Итак, наши журналисты провели собственное расследование исчезновения Ирины. Они поехали на то место, где ее якобы видели живой в последний раз. И даже подключили водолаза, чтобы проверить озеро, о котором мы только что услышали. Что в этом озере удалось найти? Об этом немного позднее. То, что пропавшая Ирина уже может и не быть в живых, уверена наша следующая героиня. Она знает имя, как утверждает, настоящего убийцы. И это не тот человек, о котором мы только что услышали. Юлия, где вы? Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо. Юлия, так вы как считаете, Александр мог убить Ирину? Да, мог. Но то не тот Александр, о котором они говорят. Есть еще второй Александр? Да. Он также с Ирой работал. Внимание на экран. Юлия и Ира знают одна-одну от самого дитинства. Когда же подорослишали, стали кумами. Юля хрестила Ирининого сына. Мы также являемся родителями. У нас всего три месяца разница. Мы и росли, и взросли, и дружили. И все наше детство, в принципе. И потом юность проходила разум. За два дни до зникнення Ирина гостювала в Юлії. Вона вітала куму з днем народження, допомагала ей по господарству. На святі була душею компанії і нікому не дозволяла сумувати. 23 числа я виходила на работу, а кума від мене десь вийшла о третьій годині дня. Пішла до себе додому. Оце я її последний раз бачила. Я її йшла на работу, а я її провела до калітки. Вона зайшла до себе в калітку, я пішла прямо на работу. Під час останньої зустрічі Іра скаржилася кумі, що її не залишає в спокої колишній колега. Чоловік знущався з неї морально. Його черговий скандал довів жінку до сліз. Так, хто же це тот людина, на которого Іра вам жаловалась не раз? Її сотрудник Саша Франовський, кажеться фамилия. То є це другої Олександри, і він тож, виходить, під подозренням? Да. Послухайте, але зачем цьому Олександру колегі, так, його назовемо, щоб не путатися, тому що вже два Олександра. Зачем цьому Олександр колегі мог вбити Ірину? У них получився інцидент касаємо денег. Іра йому одолжила деньги. Скільки? 600 гривень, але там не стільки в деньгах. Як она йому говорила, якщо ти со мною не розсітаєшся, не дашь деньги, я пойду на роботу і я розкажу все о тебе. Що она подати не подразумевала, я не знаю, але на то він сказав, що тільки спробуй. То є ви хочете сказати, що Ірину могли вбити, в принципі, з-за цих 600 гривень? В принципі, з-за них, з-за того, що она могла розказати. Що она о нём знала, я не знаю, але він дуже этого боялся. Скажіть, а як давно этот Олександр колега должен был Ірине 600 гривень? Около полгода. У них які були відношення? Ну, вони какое-то время, вони встречались. Тобто він був її парнем? Да. А скільки вони встречались? Около полгода, п'ять місяців, ось так. А почему вони розстались? Іра узнала, що у нього є гражданска супруга. В то время була где-то в від'їзде. І вона узнала, і вона прекратила з ним відношення. А Іра переживала розставання? Да, переживала. Вона горевала? Боже, я никому не нужна. Мама, що мені так не... Я кажу, господи, ну було б, що ж ти кажу так вже. А як ви полагаєте, а вот этот вот Олександр колега, он може бути причастена к исчезновению Іры? Понимаєте, не столько тех денег, сколько репутация. Я ж їй сама дома говорила. Іра, не видал, говорю, гроши? Проживем, говорю. Ну, Іра, я тебя прошу, не трогай, говорю, его. Она, я пойду, подожди, подожди. Я скажу, как он, какой он работник. То есть вы чувствовали что-то неладное? Понимаете, она успела таки на заводе уже на него наговорить, понимаете? И таким образом он мог ей просто отомстить? Вполне. Скажите, а что вы можете вообще сказать вот о первом Александре? О Александре знакомом, к которому она пошла тогда в пятницу и провела там время вроде как до субботы? Я лично о нем только хорошего мнения. Она говорила, что он ей друг. Хороший друг, к которому можно подойти, поговорить с ним. Всего лишь друг? Да, всего лишь друг. У них были просто дружеские отношения. Я даже подумать на него не могу. Вы никогда не слышали, чтобы они там спорили, ссорились, конфликтовали? Нет, никогда. За все время, что мы серое говорили, ни разу. Итак, у Ирины, которая пропала и 4 месяца ее не могут найти, остался совсем маленький ребенок. Меж тем, родные и близкие подозревают двух Александров. Александра друга и Александра коллегу. Но действительно ли кто-то из этих двух Александров мог убить, расправиться или мог быть причастен к исчезновению Ирины? Могут быть все трое, а может быть и никто и не один. Я думаю, что и просто в экране. Мы сразу в милиции. Во-первых, у него есть судимость уже. Ну, видно, что человек живет один. Он выпивал и даже употреблял наркотики. Это позиция агрессора. Можно спрятать тело где угодно. Светлана, вы узнали свою Ирину? Юля, вы были последней, кто видел Иру, когда она пошла к этому Александру знакомому. Да. Как она выглядела? Жизнь радостная, такая довольная. И вы ничего не заподозрили? Я даже подумать ничего плохого не могла. Она жизнерадостная говорит, все, пойду, быстренько соберусь. И пойду, потому что обещала, надо приготовить. Зачем она туда шла? Она вам не говорила ничего? Я говорила, что ей там спокойно. Она может поговорить по душам. Она говорит, так как... А, родственные души, да, она всегда говорила. У меня такое ощущение, что мы с ним родственные души. А когда вы с Ирой в последний раз созвонивались? Она до меня не дозвонилась. Это уже пару спечатков было, что она звонила. Во сколько и когда это было? Юля, 21-27. Завело почти в полдесятого. То есть это был самый крайний звонок? Да, да, да. В 21 вы сказали... 27. 27. Да, я запомнила. Ага, 21-27. Она вам звонила, но вы трубку не взяли. Почему? У меня выключен был телефон. Он разряжен был. Мы, конечно же, сегодня узнаем, где была в тот момент Ирина, когда звонила своей куме на ее выключенный номер телефона. Нам удалось выяснить нахождение Ирины в 21-27. Целая команда наших журналистов провела настоящее журналистское расследование. Мы проверили несколько версий и всех подозреваемых, которые могут быть причастны к исчезновению Ирины. И в ходе этого расследования появился еще один человек, которого, в принципе, можно было бы заподозрить также в исчезновении Ирины. Я сейчас хочу подойти к моей коллеге. Ир, вы ведь занимались расследованием. Какую вам еще версию удалось установить, выяснить? Есть версия, что это, возможно, бывший муж Иры. А откуда появилась такая версия? Нам рассказала об этом ее близкая подруга Тамара. И что она рассказывала? Она, скорее всего, уверена, что это он, потому что он часто оскорблял ее и бил. Даже при людях не стеснялся этого делать. Послушайте, а как зовут этого бывшего мужа? Александр. То есть, подождите, это уже третий Александр? Получается, да. Давайте еще раз, чтобы не путаться. Александр знакомый, Александр коллега и Александр бывший муж. Так, Ир, что говорила подруга? Почему Александр мог убить Ирину? Во-первых, у него есть судимость уже. А также Тамара рассказала, что он выпивал и даже употреблял наркотики. А как в тот вечер он мог на нее напасть? Она могла возвращаться, он часто ее и при людях бил, и на улицах встречал, он ее ревновал, и обижал, и оскорблял, и при людях заработал. То есть, ревность у него была? Да, у него была ревность, и они из-за этого, в принципе, и развелись. А когда они развелись? Как давно? Несколько лет назад. Ну, причиной развода была измена Ир. Уважаемые эксперты, Анна, наверное, это к вам прежде всего. Значит, смотрите, какая история. Развелись мужчина с женщиной. По статистике, действительно, мужчины могут вынашивать эту свою злость и могут отомстить, и спустя многие годы даже убив человека? Могут вынашивать многие годы, особенно если не устроена собственная личная жизнь, а она очень симпатичная женщина. И, конечно, она была на расхват, даже если ей самой казалось, что она никому не нужна. Я уверена, что у нее были поклонники. И он, конечно, это видел, городок небольшой, ему доносили, рассказывали. И тут она красивая, значит, вот как мама сказала, в открытом платье, с прической, макияжем. Конечно, если он в это время был под действием сильно действующих веществ, алкоголь, наркотики, он мог не перенести ее счастье. Но вот из того, что мы услышали, у нас есть, по крайней мере, три подозреваемых. Это три Александра. Александр знакомый, Александр коллега и Александр бывший муж. Из того, что вы уже услышали, у кого больше было причин расправиться или, по крайней мере, быть причастным к исчезновению, Ирина? Юль. У меня что-то второй коллега, и все вот перед глазами стоит, и все. Мне чисто по-человечески, глядя на родственников этой девушки, хочется надеяться на то, что она где-то жива, и она найдется, и будет рядом с вами. Спасибо. Это единственное, что я могу сейчас дам. То есть пока вы полагаете, что все эти трое не могут быть причастны? Конечно, наверное, могут быть все трое, а может быть и никто и не один. Ева, как вы полагаете? Я бы рассматривала версию номер два и версию номер три. Это бывший муж, да, и это коллега. Почему сейчас вот всплыл бывший муж? Может быть, к концу программы я буду очень неправа, но в данном случае... Совсем неправы. Я не знаю. А я вам скажу, почему. Его побили в среду. Сын мой был дома. А в пятницу пришел к нам участковый и говорит, Саш, идем снимем побои. Он говорит, я не пойду снимать побои. То есть ваш сын был дома? Да. В тот вечер? Да. И в тот, в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник. А кто может это подтвердить еще раз? Участковый есть. Значит, послушайте, наш журналист искал того самого участкового для того, чтобы проверить слова Анны. Но об этом мы все-таки узнаем чуть позже. А как думаете вы, кстати, уважаемые наши зрители, что могло произойти с Ириной? И кто, по вашему мнению, из этих троих Александров может быть причастен к исчезновению женщины? Напишите, пожалуйста, свои комментарии, мнения на нашем сайте в интернете. Сейчас этот адрес на вашем экране. Спасибо огромное. Совсем скоро вы узнаете, где нам удалось выйти на след Ирины, и почему ради ее поисков нам пришлось отправиться в совершенно другой конец Украины. И кто убежден, что недавно Иру видел живой? Ирину по всей стране искала целая команда наших журналистов. Ток-шоу «Говорит Украина». Мы опросили не один десяток человек. Нам пришлось даже искать не одного пропавшего человека, а целых двух. И сейчас вы узнаете, почему. Я хочу пригласить в эту студию мою коллегу, журналистку Ольгу Стрюху. Коль, выходите, пожалуйста. Так кто из этих трех Александров мог быть причастен к исчезновению Ирины? Леш, мотив был у всех трех Александров, на самом деле. Но мы проверили алиби. Алиби точно есть у двоих. Внимание на экран. Ольга Стрюх, журналістка социального проекта «Говорит Украина». Працює від самого початку існування програми. За три роки розгадала не один десяток заплутаних справ. Это надзвичайно цікаво, потому что ты думаешь, ты анализуешь. И когда ты можешь дать людине те, за чим она пришла на программу, дать ответ на ее запитания, те эмоции, которые в ней появляются в очах, ты бачишь это и переживаешь это разом с ней. Это невероятно. Ольга несколько дней провела у тех местах, где Ирину Хруленко восстанне бачили живою. Шукала зачипку, чтобы выйти на Иринен след. Насамперед, вона решила переверить алиби всех подозреваемых Александров. Чье алиби вы решили проверить первым? Мы проверили первым алиби бывшего мужа. И действительно, мы поговорили в милиции, и мы узнали, что это алиби подтвердилось, что действительно был дома. Давайте-ка обратим внимание на экран. Дельничный инспектор, который обслуговывает данную дельницу, пришел за местом проживания Хруленко Александра. И действительно, он находится дома. В момент снижения Ирины Хруленко. А кто-нибудь еще, кроме этого участкового, может подтвердить, что с пятницы вечера до полудня субботы он был дома? Секор у меня еще есть, 78 лет. И ребенок, сын его. Ну и плюс вы говорили, что он был побит. Да. То есть он был травмированный. Почему? Он был побит? Ну, у них была драка, и его побили. А драка когда произошла? В среду. Мы встречались, он сказал, что он лежал побит, потому что он был весь в синяках, он не мог выйти на улицу. У него было две гематомы на голове, подвоночник побит. Ну, если предлагали снять побои, участковый предлагал, значит, он был очень хорошо побит. Он вряд ли мог бы идти и еще кого-то убивать в таком состоянии. Так, значит, мы сейчас можем исключить бывшего мужа? Пока еще, я думаю, что нет. Пока нет. Вы можете уже исключать на основании проведенного журналистского расследования алиби этого подозрения мужа? Потому что я общалась с этим человеком, я видела этого человека, и там как бы они с Ириной не жили, но убивать он бы ее не стал. Мотива мести не было у него? Нет. Они разошлись по его инициативе. Вот. Он ее отпустил. А, вот так вот. Свободное плавание, да. Так, чье алиби вы стали проверять дальше? Коллеги Александра Кроновского. Так. Он от нас прятался, он всячески скрывался. Я говорила по телефону с его отцом. Папа сказал сначала мне, что он в АТО вообще. Сестра его сказала, что он пропал, что его родители сами четвертый день не могут найти. Поговорили с коллегами на заводе. Еще раз встретились уже с отцом, поговорили лично. А, встретились все-таки с родителями. Внимание на экран. Не задевайте моему сыну, у него и так с него проблемы. Гидьте в Житомир в урологию и спросите, где вы в урологии лежите. Где бы она длилась? Приезжала милиция, он все объяснял. И еще вы приезжаете? Еще кого в нас провести? У нас тот мужчина жив, который с ней жив. Он милиции рассказал. Вы странная людина, вы понимаете, что нет? Да это вы странная. Любимого сына, понимаешь? Любимого сына, скажи, если вы, если вы, если вы, если вы, если вы, если вы. Почему он так отреагировал? Потому что у Александра, у этого, как мы выяснили, он женатый человек, у него жена, она беременна, она лежит в больнице на сохранении. И он категорически не лезет и в семью, не разбивайте, не говорите, потому что, не дай бог, она еще и потеряет этого ребенка. Так, вам ведь удалось встретиться с коллегами этого Александра, коллеги? Да, 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 да. Мы встретились там с женщинами на заводе, с его работниками, и они подтвердили, что он был на работе. Внимание на экран. Я ему передавал привет, приказал, что так и так, его приезжали, шукали. Он говорит, вы от меня не встанете, или что? А скажите, пожалуйста, что он делал на 24-25 липня? Он тоже был на работе. Тоже на работе? Он тоже на работе. Он тут постоянно за меня наведет. Так, получается, значит, у этого Александра тоже есть алиби? Тоже есть алиби, да, потому что он был и в пятницу, и в субботу на работе, у них там по сменам, и он, его там много людей видело. Так, но где тогда, этой ночью, был Александр, знакомый, к которому, собственно, Светлана пошла? Резонно предположить, что, значит, он был с Ириной, раз даже в телефонном разговоре с вами, он сказал, что она ушла в субботу. Он, кстати, не назвал время, когда она ушла? Да, в вечернюю пору, или в 6 или в 7 часов. Это лето было, очень светло. В 6-7. А телефон, как мы помним, был выключен уже в полдень субботы. Так, соседи видели, как Ирина уходила от этого Александра знакомого? Я ни с соседей не видел, как она уходила. Ну, я прошла по всему дому, это вот двухэтажное здание, два парадных. Они говорят, мы Ирину видели тут частенько, приходила, уходила. Вот в тот вечер, как она именно в субботу уходила, никто ее не видел. Давайте сейчас обратим внимание на экран, что удалось выяснить моим коллегам. После этого жовтого будинка Ирина в субботу вышла, и добраться до места она могла двумя дорогами. Одна дорога ведет через парк, если ты прямо, и другая дорога ведет так же место. И мы попробуем пройти этими дорогами и спросить у людей, может, кто-то ее все-таки видел. Тут довольно и много людей ходит, потому что отпочинок, тут парк, но вот такой жиночки я не видела. Вы объехали по всем возможным дорогам, которые ведут от этого дома Александра Знакомого. Мы проверили, всех соседей опросили, дома которых там находились, просто не все показано. И второй дорогой мы пошли, мы зашли там в парк, полазили, но там такая местность просто. Оль, ну получается, что в тот день, в пятницу, да и в субботу тоже, кроме этого Александра Знакомого, никто Ирину не видел. Да, Леша, вот именно так и получается. Что он один ее видел, он это не скрывает. И как она возвращалась домой в таком ярком платье? А какого цвета было платье? Желто-оранжевое, розовое, малиновое, такими разводами. Слушайте, ну это невозможно было не заметить. Астарк, актракция, да, украинского такого стиля. Значит, давайте небольшой промежуточный итог-то подведем. То, что мы услышали, говорит о том, что у Александра Знакомого, единственного среди всех этих трех подозреваемых Александров, нет алиби. Что удалось найти нашим журналистам в бочках, которые хранит мужчина в своем дворе? Почему ради поисков Ирины нам пришлось отправиться даже в монастырь? И о какой находке в ближайшем озере мы узнаем здесь, в этой студии от водолаза. Она была в каком-то домашнем халатке и в рваных комнатных тапках. В этом совершенно очевидно проявлен мазохизм. Таких случаев они 1% из 100. Если я маме скажу правду, то мама будет в ужасе. С недавних пор у нас уже есть возможность применять полиграф. Я его пыталась догнать, но он вот в эти кущи, за этот дом. Но Ирину могли украсть? Оль, вы ведь зашли во двор. Да, да, мы зашли, конечно, во двор. Дома Александра Знакомого. И что, какие впечатления? Ужасно мрачное место. Вечером там вообще ни одного нет фонаря. Вокруг этого дома развалены здания, везде канализации. Давайте-ка обратим внимание на экран. Да, вот такое. Там вот такие гаражи всякие, пристройки. А что это за сумка? Это ее сумка? Нет, в этот день это не сумочка. Да, у нее была бежевая сумка. Бежевая. На длинной. А это что за сумка? Ну, это сумка, там сколько хлама. Так это его сарай-то? Да, ну, куча всяких бочек во дворе. Куча всяких вот этих вот закрытых на замки сарайчиков. Можно спрятать тело где угодно. А скажите, а в квартире у этого Александра знакомого вы были? Да, Леша была. И? Мы с ним прекрасно поговорили по телефону. Он меня встретил вечером, пригласил домой к себе. Я зашла. Ну, видно, что человек живет один. Сразу я обратила внимание на стену. Говорю, ой, у вас фотография Ирины висит. Да. Да, у него на стене висит. Они же просто знакомые. Ну, не знаю. Фотография Ирины в свадебном платье. Он взял именно фотографии в свадебном платье. Стоп, стоп, стоп. Так, значит, Евгений, как вы бы это прокомментировали? Ну, здесь можно сделать стопроцентный. Стопроцентный вывод в том, что она для него была интересна. Не просто как подруга и как знакомая. Возможно, он имел какие-то виды, но виды не реализованы были. В этом совершенно очевидно проявлен мазохизм. То есть, если мы здесь услышали, что они просто вроде бы как друзья, и вешать портрет девушки в свадебном платье, заведомо понимая, что это будет тебя, ну, наверное, как-то раздражать, что она с другим мужчина, что ты на нее постоянно смотришь, конечно, может быть и возникнуть какой-то действительно мотив, что все-таки она с другим, я без нее, и вот это все потом реализовывается. По поводу, да, вот Аня сказал по поводу мазохизма. Это такая одна из форм проявления все-таки жертвенности. Но если человек попадает в позицию жертвы, у него всегда вторая сторона медали – это позиция агрессора в любом случае. Поэтому в свою очередь он мог… Для него это как бы подсознательный мотив даже может быть, проявление агрессии по отношению к этой женщине. Оль, ну вы задавали ему вопрос по поводу того, как он полагает, где Ирина? Да, он очень убеждал меня неоднократно, он повторял это постоянно и постоянно. Она погуляет и вернется. Почему вы переживаете за нее? Она нагуляется и приедет домой, все нормально. Что он имел в виду? Он имел в виду, что она могла от него выйти, встретить какую-то компанию, с ними загулять, куда-то уехать. Так, стоп, паня Светлана, что ваша дочка действительно могла так вот встретить какую-то компанию и уехать? Нет, вот это только я от него такого слышала. Не могла, вот такого она не могла сделать. Оль, вы ведь сегодня утром к нему приехали. Да, мы к нему. И его поведение было, насколько я знаю, довольно таким неадекватным, потому что до этого он общался. Прекрасно поговорив, я сказала, за студию, за программу, говорит, окей, я подумаю. Конечно, мне не хотелось, может быть, что он там в Бердичеве скажет, но я там готова сказать свое мнение. И потом он резко пропадает, просто резко пропадает. Он нигде не появляется вообще в той местности, потому что мы там стояли и днем, и ночью. Сегодня даже утром я выехала вот в Бердичев. Я просто зашла в этот подъезд и вот, ну, села там, тлачка такая, села, вот, начал сидеть. Он выходит с пятой квартиры, которая на первом этаже. Очень удивился, когда он меня увидел. И начал убегать. Я его пыталась догнать, но он вот в эти кущи, вот за этот дом, я их там, ну, перекрикивались мы, да. А прежде он вас в какую водил? Он меня возил, водил, еще бы не присвечивал, по лестнице на второй этаж, которая находится над пятой квартирой. Может, это тоже его та квартира? Нет, там квартира, он снимает одну квартиру, которая номер пять. А, во второй, что? Там живет какой-то человек, но он то приезжает, то уезжает. Но ключи есть у него, как оказалось. Ага, то есть он временно может пользоваться той квартирой. Верхняя квартира на в том месте. Все, тогда понятно. И приводил он вас в верхнюю? Наверх, да. Но это наводит на мысль, что он не хотел показать свою квартиру, потому что, возможно, он действительно скрывал что-то. Значит, за четыре месяца милиция так и не вышла на след Ирины. Только ждут какую-то новость, чтобы мы им, знаете, что-то мы узнаем, приходите, говорите. Родные уверены, что девушку, возможно, убили, а тело могли растворить в бочке с кислотой или даже утопили в соседнем пруду. Может, где-то она что-то ему сказала, он ударил и потерял она сознание. Он испугался, что он ее убил. Он работает на кожзаводе, он имеет дело с химикатами, для каких можно растворить людям. А там, рядышком, где он проживает, озеро. Думаю, может, он ее там где-то положил и закрыл камешан. Главный подозреваемый, Александр, знакомый, уверяет, что женщина жива и просто загулял. И надо подождать, а, мол, она скоро вернется, но сам при этом скрывается. Очень удивился, когда он меня увидел и начал убегать. Я его пыталась догнать, но он вот в эти кущи, за этот дом. Почему исчезла Ирина? Кто недавно видел вроде как ее в Одессе? И появится ли сегодня сама Ирина здесь, в этой студии? В какой-то момент, признаться, мы в своем журналистском расследовании зашли в тупик. Но потом мы нашли человека, который выдвинул неизвестную доселе версию того, что могло случиться с Ириной. Денис, где вы? Как вы считаете, что могло случиться с Ириной? Ну, я думаю, что Ирина жива, потому что ее нещодавно, месяц назад, видели в Одессе. Я думаю, что ее просто выкрали. Внимание на экран. Денис Заремский – журналіст. Відживе у Бердичеві, звідки родом Ирина. Вже шесть років Денис працює в місцевій газеті. Про те, что происходит в его месте, узнается одним из первых. Информационная поддержка нам дается такими методами, чтобы люди знали, что особи возникли, и чтобы они могли, если в случае их увидят, так, то телефоновать и помогли их найти. Про возникнение Ирины Хруленко чиновниковой рассказала знакома. Попросила надрукувать материал. И с надеей, что так девушка найдется скорее. Чим больше справа набивает голосов, чем больше внимания с боку громадской, тем активнее начинают работать соответствующие службы и органы. Готучи статью, Денис дизнался, что Ирину бачили в Одессе за півтисячи километров от дома. Живой. Денис, как вы узнали, что Ирину видели так далеко от дома? После возникнення Ирины ее знакомые разместили информацию о социальных мережах. Так. И написала девчинка, которая сказала, что видела Ирину. А где? В рейсовом автобусе. Белгород-Днестровск, Одесса. В Одессе? Так. И что написала эта девушка в сообщении? Вона написала, что видела девчину схожую на Ирину. Вона просила у людей допомоги, чтобы доехать до Одессы. Казала сама, что она родом в Житомирской области, что ее звати Ирина и что дома ее ждет маленького дома. Пассажиры этого автобуса допомогли для девчины и она поехала с ними до Одессы в этом же автобусе. А потом как выяснилось, что это вроде как Ирина? Девчине удалось знакомые обличия. Вона потом зашла в соцмережи и проверила, действительно, что очень схожа на Ирину. На Ирину из Житомирской области. Автор этого поста в социальной сети рассказывал, как выглядела эта девушка, похожая на Ирину. Так, рассказывала, что она была в каком-то домашнем халатике и в рваных комнатных тапках. То есть в домашнем халате? Да. Казала просто, что девчина была залякана и казала, что ей выкрали цыган. А цыгане выкрали? Да. И чтобы ей допомогли доехать до Одессы. Значит, еще одна версия, что Ирину вроде как видели в Одессе в салоне рейсового автобуса, живой, свидетельница, которая наблюдала за девушкой, похожей на Ирину, описала это в своем посте в социальной сети, в интернете. И та девушка утверждала, что она тоже Ирина, и она из Житомирской области и просила попутчиков помочь ей деньгами, потому что ей нужно доехать до дому, а саму ее украли. Но действительно ли это была та самая Ирина, которую сегодня мы здесь ищем? И чем закончились поиски водолаза в соседнем пруду? В тех местах часто пропадают люди? Из них еще один молодой хлопец. Его перед этим так же выкрали, так же держали пять месяцев в подвале. Сказала, что мама поехала на работу, пойдет в снег, и мама к тебе приедет в подарок. Взяв ее за руку и повив ее в сторону вокзала. Он совершенно точно что-то знает и что-то скрывает. Вам удалось найти тело Ирины? Пани Светлана, вам передавали эту информацию о том, что ваша Ира может быть в Одессе? Да. Знаешь, мне девочка с Бердичева позвонила и всю эту историю рассказала. Я была уверена, что это она. Мы сразу в милицию. Говорю, боже мой, в Одессе, шукайте. Ждали, ждали, ничего не было. А родственники в Одессе у вас есть? Да. Моего мужа, твоей юридной сестра. Вы спрашивали у них? Я сразу же к ней позвонила. Она после работы. Они отпечатали фотографии. Они сразу же распространили на переходных переходах и на вокзале. Ну, мы, конечно, зацепились за эту информацию и поехали в Одессу для того, чтобы выйти на след предполагаемой Ирины. Девушки, по крайней мере, похожие на Ирину. В тех местах часто пропадают люди? Так. Минулого року, например, зник активист самообороны Василь Мазулу. Досі его не знайшли. Буквально за кілька днів після зникнення Ирины зник ще один молодой хлопец. Руслан Халилов. Его так уж досі місце пребывания невидомо. Действительно ли можно выкрасти взрослого человека и удержать его в плену? Цифры всиукраинского масштаба нас, честно говоря, поразили. И вот, что нам удалось собрать. Будьте добры. В Украине справді можно выкрасти дорослую людину. Кількість випадків приголомшує. Лише торік было выкрадено понад 5 тысяч осіб. Жертвами зазвичай стають родичі чи знайомі внаслідок сварок або через помсту. Кожного десятого викраденого знаходять мертвим. Чи не найжахливішими стали викрадення заради наживи? Чоловіків та жінок крадуть, аби дістати викуп від їхніх рідних або щоб продати за кордон у рабство. Не пасуть задніх і цигани. Вони викрадають людей і б'ють, допоки бідолахи не погоджуються працювати на циганське братство. Таких можна побачити на вокзалах чи в переходах. Евгений, вам известна? Ведь схема похищення людей, они доволі распространені? Так, к сожалению, в нашій країні сейчас я тоже смотрел статистику і от именно такі преступлени набирають все більшу актуальність, все більшу популяризацію. А що касається конкретно схем, то далеко ходити не треба. У мене сейчас даже в производстві знаходиться дело, де мужчина обвиняється в мошенничестві, но він сам заявив, що його перед этим також выкрали, також держали 5 місяців в подвале, для того, щоб він сознався, де він эти деньги спрятал. Очень много ситуаций, когда средь білого дня людей, ми видели в сюжете, просто в машину заталкивають і похищають. Но більшу распространені так называемої тайны похищения, коли людей под любими предлогами заманивають либо в квартиры, либо где-то в кафе, подсыпають туда снотворные і затем уже тела бездыханні ввозят в разных квартирах. Але Ірину могло укрась? Данну версию ми не можем исключать, але з того, що я услышав, є дуже багато несостыковок, які кажуть не в пользу цієї версії. Тому що, якщо її украли, то тогда, во-первых, зачем? С кіль целью? Почему в Одесу? Якщо ти знаходишся на вокзале, нічого, не составляє никакого труда взяти у когось мобильний телефон, позвонити своєй маме. Мене вкрали, пожалуйста, або сама пора обратиться в милицію. А как сложно убежать, якщо тебе там вкрали, к примеру, вот табор вкрал тебе? Чаще всего такие похищения сопровождаются насилием. То есть, человека подавляють волю, и сбежать оттуда, да, конкретно, это крайне маловероятно, потому что человек либо он где-то в подвале находится прикованный и тебе не дают ни пить, ни есть, тебя постоянно бьют. Ломают волю. Да, ломают твою волю к тому, чтобы ты бежал. И таких случаев они 1% из 100. Скажите, Денис, так, значит, след этой девушки, которая была похожа на Ирину, пропал? Так, после того, как она приїхала до Одессы, один из пассажиров, який был в автобусе, взяв ее за руку и по виву в сторону вокзала. И все. Все. После этого больше ничего не стало известно. Мы решили отыскать Ирину в Одессе и отправились туда, в этот город. Ира, с чего вы начали свои поиски? Мы начали свои поиски с ЖД вокзала, куда приехал этот автобус рейсовый. Мы показывали фотографии всем, кто там работает, продавцам, патрульным, бомжам, извините, тоже, потому что они там живут, там день и ночь живут, ночуют, там, и всех знают, всех видят. Давайте сейчас обратим внимание на экран, посмотрим, как шли те самые поиски быть с тобой. Не видели девочку? В интернете даже есть, да? Есть, не видели, видели фотографии, везде видели. А девочку сам не видят? Нет. Везем она бывает. А что она здесь делает? Они пройдут, туда не мыть. И пьют. Ой, я давно когда-то видела, что такая красивая девочка и роется в мусорке. Вот девочку эту ищем. Вы не видели? Нет. Такая рыженькая. У нас проходит там, где мы кормим бездомных, на бригаду, на площадь. Каждый суббот, воскресенье на приход девушка очень похожая на эту. Кто продолжал вам помогать и искать дальше? Это был волонтер, который работает в монастыре, он там преподает в воскресной школьной тоже, и помогает бездомным, кормит их, бывает, устраивает на работу. И что он вам сказал? Он сказал, что такая очень похожая девушка приходит к нему каждые выходные на бесплатный обед. Вы увидели ее? Да. Давайте посмотрим, как выглядит это место и как, собственно, кого удалось найти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мы нашли ту самую девушку, о которой рассказывали волонтеры. Мы вообще не хотели ее напугать, поэтому, конечно же, старались снимать ее максимально скрытно. Вот в этом видео, Светлана, вы узнали свою Ирину. Девушка в красном пальто. Это не она. Это не ее глаза. Это не она. Не ее брови. Это та самая девушка? Да. Значит, эта версия тоже пролетает. Мы возвращаемся опять тогда в Бердичев, получается. И возвращаемся пока к единственному подозреваемому Александру знакомому. Да-да-да. Нам удалось узнать информацию о последнем звонке, который был сделан с телефона Ирины. Это то самое время, пятница вечер, 21-27, когда телефон Юлии был отключен, но Ирина пыталась дозвониться к уме. Территориально она находилась вот в этом самом месте. Давай сейчас посмотрим. Вот в этой точке вышки мобильной связи в последний раз зафиксировали звонок с телефона Ирины. А там находится ее дом. Вверху красной точкой отмечен дом Александра. На карте видно, что это место находится вообще в стороне от дороги, по которой Ирина могла идти домой. Что вы можете сказать, Анна? Есть еще одна версия. Поскольку он очень свободный и достаточно, как вы сказали, искренне и убедительно сказал, что ну, она погуляет и придет. Очевидно, может быть, они были настолько близки, что он перед мамой прикрывал ее нахождение еще где-то. Как это? Что вы имеете в виду? А так очень часто делают подружки или друзья, которые в хороших отношениях. Я останусь ночевать, это маме скажите. Ты маме говоришь, что я останусь у тебя ночевать, потому что если я маме скажу правду, то мама будет в ужасе, мне будет перед ней неудобно, стыдно и так далее. И вот он, как хороший друг, до последнего держится. То есть, подождите, тогда в ту пятницу Ирина могла пойти не к Александру, а совсем в другое место. Это могло быть, учитывая все-таки ее некоторую активность, девушка темпераментная, очевидно, могли быть какие-то отношения. Более того, я вам скажу по статистике тех людей, которых уже опрашивают, которых долго искали родственники, которые через годы находятся, выясняется, почему они вообще уходят. Потому что есть некая ситуация, о которой очень стыдно признаться родственникам, и они от нее уходят. Просто потому, что не могу смотреть матери в глаза. Это бывают наркотики, это бывает, кто-то из партнеров заразил неизлечимым заболеванием, стыдно маме сказать, уходят. Это бывает, совершенное преступление, человек уходит, чтобы родственники не знали. Все, что угодно. То есть, мы можем с вами предположить, что Ирина, если она, Бог даст, жива, да она могла просто кардинально изменить свою жизнь, начать все с нуля и просто уйти из семьи. Да, тем более, что мама говорит, вот она была очень расстроена расставанием, она действительно, как женщина, была расстроена вообще своей судьбой, что она не может выйти замуж. Поэтому она могла устраивать свою жизнь еще где-то, еще с кем-то, а этот прекрасный человек, с которым они были родственными душами, мог как отец к ней относиться и ее прикрывать. А версия того, что она могла начать жизнь заново, говорит и то, что она оставила все документы дома. Да. Ну, в любом случае, поведение Александра друга подозрительно, и он совершенно точно что-то знает и что-то скрывает. Именно поэтому наши поиски продолжились. И мы подключили водолаза. Что же произошло с Ириной в тот злополучный день? И чем закончились поиски водолаза в соседнем пруду? Что же удалось найти в Бердическом озере? Удалось ли там, в этом озере, выйти на след Ирины? Я приглашаю в студию нашего следующего гостя, который весь день прочесывал то самое озеро в поисках или тела Ирины, возможно, или каких-то улик. Встречайте, пожалуйста. Анатолий. Прошу вас. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как вы исследовали то озеро, которое находится возле дома Александра, знакомого? Водоем, который я исследовал, приблизительной площадью два гектара. Большое озеро, которое пользуется общественным спросом, то есть есть место кабинка для переодевания, люди купаются, видно, что много рыбаков. А вы долго исследовали его? Около двух часов я находился в самом водоеме. Давай сейчас обратим внимание на экран, как проходили эти поиски. Музыка. 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 Анатолий, вам удалось найти тело Ирины? Музыка. Анатолий, вам удалось найти тело Ирины? Нет. А что-то подозрительное или какие-то улики? Музыка. 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 То есть теоретически там нет ничего, что могло бы говорить о том, что ее убили? Я имею смелость сказать, что мы можем исключить эту версию, что тело может находиться в самом водоеме. Водоем очень мелкий, и если бы тело было утоплено, то есть если бы Ирина утонула, тело бы всплыло, поскольку 4 месяца назад была очень высокая температура. А если тело могли привязать камнем? Даже если бы оно было чем-то, ну, какой-то груз был использован, привязан, все равно как-то так стало. Органические процессы, они просто бы подняли. И, естественно, была бы экологическая катастрофа, то есть, ну, задуха произошла бы в самом водоеме. Ну, рыба просто показала бы следствие, последствие этого. Итак, на дне озера тело Ирины не нашли, но мы все равно пытаемся отыскать пропавшую женщину ради одного маленького человека, сына Ирины. Потому что, чтобы сегодня в этой студии не прозвучало об Ирине, он все равно любит свою маму и ждет. Анна, скажите, пожалуйста, сын Иры сейчас живет с вами? Да. Что вы ему говорите? Куда делась мама? Я ему пока ничего не говорю. Я сказала, что мама поехала на работу, пойдет в снег, и мама к тебе приедет в подарок. А когда пошел снег, он говорит, что уже снег идет, а мама не приехала. И он взял ноутбук, обнял и целовал маму. Давайте сейчас посмотрим, как ребенок ждет свою маму. Я ее очень-очень люблю крепко, что я очень крепко скучаю, чтобы она быстрее вернулась домой. Евгений, что мы можем сейчас сделать, чтобы полиция начала все-таки более активные поиски Ирины? Я сейчас предлагаю прямо здесь, в студии, написать от нашей программы «Говорит Украина» заявление в полицию о том, что есть факт исчезновения человека. Мы имеем полное право на основании статьи 60 УПК Украины написать заявление, быть заявителем. И в этом плане мы можем уже более серьезно контролировать полицию. То есть, если они что-то не делают, мы имеем право заявить ходатайство. Мы можем также свои доказательства предоставлять. Поэтому я прямо сейчас предлагаю это сделать. Вы ведь писать должны заявление Светлана? Нет, можем даже мы написать со своей программы о том, что мы также хотим быть заявителями и желаем это все контролировать. Дайте, пожалуйста, бумагу и ручку, будьте добры. И вот написав такое заявление, мы можем уже требовать более тщательного расследования. Совершенно верно. Тогда пишите от себя, со всеми юридическими этими штуками, чтобы они, читая, поняли, с кем связались. Хорошо, наверное. Ладно, давайте. Пожестче только, Евгений, пожестче. Я сейчас хочу обратиться ко всем, кто смотрит нашу программу. Возможно, вы видели эту женщину. Пожалуйста, посмотрите сейчас еще раз на ваши экраны, на эту фотографию. Если вы что-то знаете об исчезновении этой женщины, если вы ее встречали, пожалуйста, дайте нам знать. Потому что телевидение действительно великая сила. И эта помощь может дать гораздо больше, чем может сделать милиция. Помогите, пожалуйста, маленькому Владу вернуть его маму, которую он так ждет. Об этом говорит Украина. Об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ